Незаконные обороты тилового спирта и продажи фальсифицированной водки. Именно этим занималась организованная преступная группа, участники которой были задержаны в Волгоградской области. Все 18 человек работали на одном из перерабатывающих предприятий Лавлинского района. Лицензия завода Агропромпереработка на выпуск спирта закончилась еще в августе. Но для руководства предприятия это не стало препятствием. Деятельность продолжалась, правда, уже в подполье. Якобы не работавший завод производил до 30 тонн этилового спирта в сутки. Его на грузовиках, замаскированных под зерновозы и оборудованных скрытыми емкостями перевозили в Волгоград. Там на оптовом складе нелегальная продукция фасовалась в более мелкую тару и распространялась по частникам, которые разливали фальсифицированный алкоголь. Они получали спиртостержащую жидкость. Это непосредственно просто спирт разбавлялся с водой. Они разливались по бутылкам, которые в том числе находились на мусорках, свалках, подбирались там, неизвестно в каких условиях они, конечно, там мылись. Подготовку не проходили определенную термическую. У них разливалась данная спиртостержащая жидкость и в последующем реализовывалась как водка. В ходе обысков было изъято свыше 60 тонн спирта, приготовленного к мелкорозничной реализации. Пять большегрузных автомобилей, оборудованных тайниками, черновая бухгалтерская документация, этикетки, бутылки для производства фальсифицированной водки. Оперативники регионального управления МВД задержали 18 человек, входивших в преступную цепочку, в том числе и 53-летнего директора завода. Режением суда он сейчас находится под домашним арестом. Расследование продолжается.